История Рождества и Святой Богородицы, с которой мы знаем, что Иакима Анна, святые праведные люди, долго ждали дитя. Сегодня даже появляется движение, появилось, уже давно достаточно, чайный фрильс называется, переводить не надо. Да, вот есть люди, которые, целое движение людей, которые считают, что дети не нужны. Ну, многим они действительно не нужны, потому что не хотят ни жениться, ни выходить замуж, и если еще что-то хуже бывает. А вот в Ветхом Завете, в Ветхом Завете, рождение детей считалось великим благословением Божьим. Великим благословением Божьим. Роды, особенно Баб Давидову, ждал, что возможно из какой-то семьи родиться в Мессии, в будущем спасении, что и произошло в конце концов. И вот, Батя Божия, как раз вариант. Именно она послужила сначала в Госпасе и Спасе нашего Иисуса Христа. Через свое. Да, родители очень ждали дитя, Господь им долго не давал, но они не роптали, они терпели, они молились, держа уже в таком преклонном уже возрасте. Вначале, ребеночка родилась, и чистая торговец, самая лучшая, самая лучшая женщина на Земле. А Дисноя, Ашоя рядом с Спасителем всегда изображается. Я не предпеча, внимательно. Такой великий в ходе, в терпении, в совершении родителей, в совершении родителей, нам часто не хватает, в совершении родителей, а именно в терпении рождается сын родителей. Да, бывает, люди рождаются, кто-то не склонны к обсуждению, всякие очень редко бывают, или к каким-то другим страстям. Но в этом нет, где нет подпитов, там нет сыны, такой добродетели, большой. А вот когда человек не верит в стративный нрав, склонность к каким-то грехам и порогам, он побеждает их. Вот тогда действительно начинается какая-то оценка человека как существа духовного, как человека, который стремится жить в духовной жизни, и определивает свои немощи. Это первый наш урок сегодняшнего праздника, чтобы мы, как Господь говорит, помните, приносили плод в терпение. То в 30, то в 50, то в 100 терпений. Еще, конечно, важно для каждого из нас, что обители, чаще всего вообще обители, если они названы в честь Богородицы, то это обычно Успенские обители. Даже этот праздник в Успене называется престолом Сея-Руссии. И вот обитель, который мне Господь благословил, останавливает через кущий начальник, творящий Его пустынь, тоже древняя обитель, она Успенская. Псково Печерская обитель, ну и многие другие. Киево-Печерская, Лавра, и там другие. А это обитель Рождественская. Вот почему Рождественская, а не Успенская, например. В этом тоже есть глубокий смысл. Когда человек приходит в Святой Обитель, он принимает решение, что называется, сжигает мосты. Он принимает решение жить новой жизнью. Другой жизнью, иной жизнью. Поэтому он называет ином, да, ином. Не обязательно степень после, но и вообще иная форма бытия, иная форма жизни. И на самом деле, монашинку называют, так как послушание, таинство. Потому что таинством перерождается человек. Он исповедуется опять за всю жизнь. Ему нарекается новое имя. Будет у него еще куда-нибудь третье имя. Как говорит, Господь будет в видам белый камень, и у меня о нем будет написано имя, которое отражает сущность этого человека. И начинает жить другую жизнь. То есть происходит некое такое тоже Рождество. Если успение, это упование на светлую будущность, на то, что мы с вами окажемся в царстве Господа, в радости Господа своего, то Рождество – это рождение тоже в другом. И мысленно погружаясь в события этого Великого Праздника, монашеские также должны для себя извлекать эти добрые уроки, чтобы заново, заново родиться. Каждый из нас, всем, братья и сестры, православные гостя, каждый раз, каждый день своей жизни, должны заново рождаться, обновляться, обновляться в Благодате Божьей, борясь со своими греховными страстями немощными, не мериться с ними и не оправдывать себя. Это цель, программа всей нашей с вами жизни. На каждом пусть Матит Божий помогает нам, впервые всего. Это касается наших монашеских вещей, потому что монахам – свят ангелы, а монашеские жители – свят мил. И дай Бог, чтобы мы не были громадами, повапливыми, которые внутри исполнены и чистоты, которые не видны, а снаружи имеет город, благообразный вид. И вот Господь, как мы знаем, из Евангелия больше всего, больше всего обрушался на лицемер, бресей. Они именно как раз страдали с этой мелочью. Лицемерец будет, дай Бог, нам всем с вами иметь евангельскую простоту и чистоту, которую имела Матерь Божия, Матерь Света. Аминь.